Какие страшные убытки! Я чувствовал дыхание зала, ритм, в котором мы существовали. Все, кто был в зале, это были наши партнеры. Это удивительно. Вот отсюда все и шевелится, все и поднимается, и все. И гробы эти по 100 килограмм, которые падают, и держишь. И партнершу поднимаешь, подбрасываешь. Артисты московского тюза спектакль «Скрипка Ротшильда» не играли год из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Когда появилась возможность исполнить его снова, приступили к работе с удовольствием. В Новокуйбышевский фестиваль «Золотая маска» проходит во второй раз. Впервые проект состоялся в 2018 году. И помимо спектаклей включал обширную образовательную программу и круглый стол, посвященный театрам малых городов. В проведении гастролей участникам фестиваля «Золотая маска» помогает театр-студия «Грань». Ему в этом году исполняется 50 лет. Показ постановки «Скрипка Ротшильда» приурочен к юбилею. Театр «Грань» трижды становился номинантом Российской национальной театральной премии. Стал обладателем двух золотых масок. Неоднократно участвовал во внеконкурсных программах фестиваля. Живающих посмотреть спектакль было много, но из соображений безопасности количество билетов ограничили. Мы действительно очень рады приезжать в ваш город. Уже второй наш проект состоялся в Новокуйбышевске. И нас с театром «Грань» связывают очень давние и теплые отношения. Не только фестиваль «Золотая маска» в Москве, где театр «Грань» по праву служил, где макрады, где премии привез он в ваш город, но и те региональные проекты, которые мы реализуем. Мы очень рады, что у нас такое взаимовыборное сотрудничество. Спектакль завершился бурными аплодисментами. Зрители не отпускали артиста в течение 15 минут. Елена Малютина, Максим Гусев. События.